Привет, ты на канале Ингра, и сегодня поговорим про дополнительную бронезащиту, а если быть конкретнее, про защиту шеи и защиту плеч. Проще говоря, будем обсуждать защиту верхней части туловища. Вообще, с одной стороны, любая часть туловища в человеке важна. Нельзя просто защитить основную альфа-зону бронеплитой и считать, что ты защищен от любых угроз, ведь нужно защитить голову, а если защитили голову, остаются руки-ноги. И все это нужно как-то оберегать, потому что, потеряв руку, получив ранение, будет очень печально. Идеальной и полноценной защиты для всего не существует. Тут, как и в обычной жизни, предусмотреть все просто невозможно, а однако это не мешает нам пытаться. Поэтому дополнительные модули могут тебя очень сильно выручить, особенно в сложной ситуации. Самое первое и самое важное, что ты должен запомнить, все дополнительные модули, то есть защита шеи, защита плеч или даже защита паха, абдоминальная панель, защищает тебя только от осколков или от пуль пистолетных калибров. А, следовательно, полноценной защиты от серьезных калибров ты не получишь. И этому есть достаточно простое объяснение. Если делать эту защиту по БР-5 классу, то она банально будет неподъемной, тяжелой и неудобной. А, соответственно, вся подобная защита является дополнительной. Однако, на данный момент можно четко сказать, что все современные войны – это война не пуль, а осколков. И именно они представляют основную угрозу. А осколки летят куда попало и как раз-таки могут прилететь в те области тела, в которые ты не ожидаешь. Как ты понимаешь, шея – штука важная, ничуть не менее важная, чем твое сердечко, потому что к твоей шее крепится голова, а значит, защищать ее нужно. И защищать нужно правильно. Это шейный модуль от компании Ingra. На его примере объясню тебе самые основные параметры, на которые нужно обращать внимание, даже если ты будешь покупать его от другой компании. Во-первых, у шеи должна быть регулировка, потому что все мы разного роста, разной комплекции, а, соответственно, ты должен иметь возможность отрегулировать шею под себя. Если на шейном модуле не будет регулировки размера, то ты в нее либо не влезешь, либо она будет на тебе просто болтаться и ни от чего не защитит. Вот эта область, где находится твой затылок, также должна сделана быть правильно, для того, чтобы в этой защите ты мог нормально ложиться. Если это место сделано плохо и не будет расходиться вот таким вот образом, то ты просто не сможешь ложиться и она будет тебе постоянно мешать. Точки крепления на защите шеи должны быть универсальны. Желательно просто липучки с велкора. Тогда ты сможешь установить шею практически на любой жилет. Вот это у нас шейный модуль от компании Ingra, но поставить я могу его даже на какой-нибудь 60-94 от практически любой компании. Также при покупке защиты шеи обращаю внимание, чтобы была не только сама шея, но и немножко переход на грудь с арамидом или SVMP, а также на спину. Потому что при установке эти области как раз-таки остаются ничем не закрытыми. И подобный шейный модуль позволяет полностью закрыть потребность в дополнительной защите, увеличивая общую площадь этой самой защиты. Устанавливается шейный модуль на плитник весьма просто. Засовываем его внутрь и закрепляем велкро. А лямки закрепляем с помощью строп. Дальше регулируем все это дело под себя, чтобы сидело правильно и удобно. И готово. Можно использовать. Теперь про защиту плеч. Многие ее не используют. И я их, в общем-то, понимаю. Это не сильно удобно. Однако, данный модуль тоже является крайне важным. Особенно при защите от осколков. Плечо это весьма уязвимая часть нашего организма. А если осколк попадает под углом, то может повредить не только руку, но и внутренние органы, попав в грудную клетку. Соответственно, если есть возможность защитить свои плечи и они не будут сильно мешать выполнять твои задачи, то всегда их защищай. Это защита плеч от компании Ingra. И опять же таки, на примере этих плеч я разберу для тебя все основные нюансы касаемо этого модуля. Размер защиты бывает разный. Бывают длиннее, бывают короче. Здесь все индивидуально. В бронеэлементе, который установлен в плече, есть две прорези, чтобы он правильно вставал анатомически и не стеснял движения. Крепятся плечи к плитнику за счет стропы. Это позволяет достичь универсальности. И закреплять подобные плечи вообще на любой бронежилет, каким бы старым или новым он не был. Я не знаю ни одного бронежилета, на который подобное крепление не встанет. Даже на скрытнике можно установить. Дальше регулировка по руке. Она также должна быть выполнена таким образом, чтобы ты мог затянуть ее достаточно сильно или наоборот расслабить. Наличие резинки на этом модуле опционально, но не обязательно, поскольку резинка периодически сползает. Я, допустим, за отсутствие резинки и никогда ей не пользуюсь в этом модуле. Но, однако, некоторые производители резинку сюда ставят и кому-то это нравится. Просто имей это в виду. Регулировка осуществляется за счет липучки. И, соответственно, закрываем в том положении, которое нам будет удобно. Установка плечей на бронежилет происходит за счет стропы. Продеваем через лямку, после чего возвращаем в двухщелевку и фиксируем. Самому на себе отрегулировать плечи достаточно тяжело. Поэтому стоит либо воспользоваться помощью товарища, либо хотя бы помощью зеркала для того, чтобы сделать это правильно. А еще на самих плечах есть велкран. На него можно налепить знаки различия. В целом же вопрос использования всех дополнительных модулей весьма индивидуален. Для кого-то актуально использовать и шею, и плечи, и пах, и абдоминальную защиту, и какие-то накладки на ноги, и армированный защищенный пятиточечник. Для кого-то достаточно одного плитника. Все будет зависеть от тех задач, которые ты будешь выполнять. Равно как не стоит пренебрегать защитой, так и не стоит бездумно использовать абсолютно все модули в надежде, что это точно тебя защитит. Твоя подвижность ничуть не менее важна. Поэтому в моем понимании самыми важными модулями являются защита шеи и напашник. Это те области, которые защитить особенно нужно. Ну, сам понимаешь, шея хочется, чтобы осталась на месте, а защита паха сам знаешь для чего. Что касается защиты плечей, она абсолютно бесполезна в окопе, однако будет весьма удобна на штурме. В условиях городского боя бойцам часто приходится работать из-за угла. И здесь как раз-таки, высовываясь в бок, твое плечо оказывается первым, что появляется из-за стены. И которое противник может поразить как пулей, так и осколком. Класс защиты шейного модуля, как и плечевого, BR-1-S2. У Ингры есть сертификаты на всю свою продукцию. Так что ты можешь быть уверен в том, что она точно тебя защитит. Конечно, BR-1-S2 не способен тебя защитить от пули автоматного или винтовочного калибра. Однако, какая-никакая, все равно защита. Плиту туда не поставить, а защиту иметь все же хочется. Поэтому, если ты штурмовик, используй плечи. А вот защиту шеи и паха стоит использовать всегда. Но опять же, это мое мнение и мнение многих бойцов из моего окружения, которые используют снаряжение именно подобным образом. Ты можешь использовать так, как тебе этого хочется. Благо, свободная страна, никто тебе этого не запрещает. И на этом у нас на сегодня все. Не забудь подписаться на канал. Пока, скоро увидимся.